здравствуйте друзья понедельник понедельник начинается новая неделя над мозгами немножко так въехать что там у нас на работе потому что выходные были такие у нас бурные мы были на даче и вчера у нас такой был день лихой приезжали джон и ева мы с ними так немножко погуляли они не рано приехали где-нибудь так пол второго уже было когда они появились поэтому у нас так программа была не очень обширная вот и они очень возбудили таскать наше воображение мы со светланой все обсуждаем потому ну как вот люди путешествуют и вот что это им дает а чего это забирает то есть в обмен на что как бы вот такие классические как бы ценности против таких но современных что ли либеральных да когда вроде и границы не границы и как бы сказать устоявшиеся ценности может быть не все такие уже устоявшиеся и так далее в общем у нас постоянно со светами такие дискуссии идут она на более консервативные такой позиции она более либеральный в том смысле что жизнь меняется и хорошо что как бы можно и так жить и так и так и я считаю что конечно джон и ева они проявили совершенно незаурядные качества для того чтобы такую поездку спланировать и осуществить и надо сказать что это это абсолютно незаурядные люди я думаю что этот незаурядность она еще очень здорово им сослужит службу хорошую в жизни вот поэтому в целом это здорово и я считаю что вот их отношения как семья молодая тоже они прошли школу невероятную то есть вот столько вместе как там год 7 пудов соли съесть вот они может быть уже и 10 съели за эти почти два года что они путешествуют так что молодцы хорошо очень 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 приятно было с ними их можно каждый день снимать пошли мне что рассказать они уже столько всего видели знаете нет невероятно вот сегодня еще должен подъехать человек мы с ним снимем к сожалению времени мало ну так может быть мы на ходу снимем потому что он тоже на ходу к нам заскакивает он едет из сакрамента в сан-сан-озе аэропорт там надо ему подхватить знакомых и он может быть к нам заглянет ну собственно мы только что с ним разговаривали он должен заглянуть но времени у меня особо не тут в этот момент потому что там я чем-то занят мероприятие там одно которое я веду поэтому я отлучусь там на 15 минут вот мы с ним там может 15 минут чем запишем а дальше видно будет то есть наверное не последний раз но вот все таки что еще что еще у нас девушка письмо которое я зачитывал которая у нас в конкурсе учитывал в конкурсе участвовала прошла курс там который ей был виде приза такой бесплатный по тестированию потом нашла работу и так далее вот мы с ней тоже договорились что мы запишем интервью ну в скайпе запишем вот то есть девушка такая открытая это пожалуйста конечно там все дела вот мы с ней запишем вообще у меня после встречи с джоном и с евой такая как это стало знаете ассоциация в голове вот между блогерами и странствующими рыцарями вот я когда маленький был вот читал какие-то книжки но конечно наверное наиболее сильно из них впечатлениям это была книжка про дон кихот ломанческого вот но она такая сатирическая конечно хотя в детстве это не очень понимать вот и вот люди странствовали дайте рыцари там за идею какую-то ну или просто образ жизни вот вот и блогеры тоже так они ездят и мы тоже со света и да вот мы едем туда едем сюда встречаемся там с другими людьми с блогерами то есть у нас фактически такие турниры как бы да вот когда садятся рядом блогеры и беседуют о жизни это можно считать эквивалентом рыцарских турниров где вот они собирались так людей посмотреть себя показать и вот что такое такая такая неожиданная ассоциация вдруг пришла в голову да так что конечно степень так сказать странствий у разных блогер блогеров разное то есть фактически блогеры это можно сказать рыцари ютуба рыцари социальных сетей интернетов там и так далее в этом в этом что то есть знаете в этом реально что то есть наверное можно еще с кем-то аналогию провести вот ходили люди с гуслями там по руси вот ну а где-то из комарохи правда так народ веселили тоже то есть на самом деле просто средства меняются а люди которые так выходят перед публикой и что-то расскажут или покажут люди есть всегда были вот теперь это стало удобнее делать наверное в общем такие у меня обобщение что у нас на этой неделе то наконец-то у нас расписание так выстроилась что мне не нужно по три урока на неделе вести что очень тяжело на самом деле у меня много других дел тоже кроме того мы сейчас эту недельку отработаем а дальше у нас каникулы недельку вот то есть можно сказать там на 10 дней если учитывать выходные до и после то мы так на хороших девять дней оторвемся от станка педагогическую что в общем то неплохо да так что я друзья будут целиком сфокусирован на вас можно сказать 4 июля это вторник у нас будет сейчас понедельник а то вторник следующей неделе у нас будет партии на даче мы обычно собираемся на 4 июля нас уже традиция такая вот там соберутся все знакомые вам уже персонажи я там чуть поснимаю веселенького да кстати если кто-то хочет больше джона и евы они сегодня с мариной могилка встречаются марина их снимает и так как-то упоминали ребята что они вроде с романом степановым хотели встречаться то есть план такой был поэтому вот и их можно будет еще посмотреть вот и когда разные люди разговоры ведут я думаю это всегда дополнительный какой-то интерес возникает потому что мы мы сами все разные поэтому вопросы другие задаем и как-то так интересно да я к сожалению в субботу про прошлепал была выставка в выставка в санта-крус на на пирсе там съехалось где-то две сотни автомобилей с деревянными корпусами их делали там до 52 года так называемый будис вот эти будис там собрались но так как то вот не не удалось нам заготовкой копчением там парением и так далее туда выбраться я жалею то есть мы когда собрались оказалось что в три часа все закончилось и в общем это как-то мы припозднились ну другой стороны я там уже снимал когда-то вот а через годик тоже сниму вот так что у нас немножко но у меня лично немножко так облегчение c такое больше сил на разные другие дела потому что нас те ребят иногда дам из сакраменто высшестоящие органы вот если вы помните я рассказывал как мы с ними бодались по части того что они как-то не 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 объясняя причин утверждали что у нас денег недостаточно для операций вот а в итоге значит все-таки они приняли что достаточно когда к начальству пошло начальство дало команду от нас отцепиться и но она теперь пошло на следующий уровень а на следующем уровне там опять какой-то другой человек уже стоит который опять на что-то такое там смотрит и опять нам какие-то замечания пишет и опять причем пишет замечание так что отдаю вам там до такого-то числа а если не сделаете то уж я уже вам я уже вам не знаю даже что такая форма такая обращение вот жлобская между нами но почему я говорю что не дают переключиться на дела как бы важные другие но ничего страшного это это раз пять лет вот такой наезд над пережить потом дальше так что ну ну не знаю кроме того когда мы от всех от них отобьемся к нам в течение полугода должна еще комиссия прийти и на месте нас шманать наши файлы и там вот как бы чтобы у нас там все было документировано правильно чтобы мы научим ничего не нарушали да так что в общем много есть правил друзья много есть правил которые легко нарушить просто потому что понятия не имеешь до чего люди раз додумаются сочинение правил но вот мы постоянно каждый раз когда на какой-то уровень там поднимается и новые вопросы задают и ссылаются на какие-то свои правила думаешь нифига себе да в общем бывает бывает да но я в предвкушении каникул почему-то мне кажется что я не до отдыхался мы бы поехали куда-нибудь со светлой но получается что у нас сейчас прямо вот три строительных проекта одновременно там два маленьких один уже по серьезному сейчас должен начаться и поэтому получается ну ну некуда совсем нам то есть надо контролировать надо там быть при деле во всяком случае у светланы такое ощущение что она не может сорваться никуда на недельку а нужно присутствовать там что правда правда если ты контроль теряешь конечно там непонятно что получается ну вот мы когда наш основной проект начнется мы будем более-менее подробно снимать я хотел с маленькими тоже но получается ерунда такая они там за пару недель должны закончиться и кроме того ну там вот квартира и в квартире особо нечетно ну там надо какую-то работу проделать но как бы снимать толком ничего на тени не то вот на доме там уже можно да разные стадии показать там много разных работ и так далее а тут в квартире практически там мелочевка какая освежить там там даже не ремонт а именно вот так освежить да вот так это у нас все еще впереди мне тут посоветовал товарищ один в комментариях как свяжитесь вот там с человеком который проинтервьюруйте человека похожая фамилия вот если я портнов то он портнянский насколько я помню вот и ну я ему написал я и часто бегать а вот там проинтервьюруйте вот такого ну я там могу написать ночью тут появился канал я хотел подкатиться к господину макфолу который был послом сша в российской федерации несколько лет и он тут недалеко в стендфорде но как бы наш канал не не канал голос силиконовой долины канал господина макфолу он говорит ты знаешь чего-то он не очень как-то устал стали его замучили разговорами о россии что-то он не хочет на эту тему и а сниматься тем более не хочет научим что-то такое ведь может быть там через какое-то время может быть там попозже я буду попозже значит попозже а я уже был было собрался вам сказать друзья давайте вопросы к послу бывшему там российской федерации сейчас мы его поспрашиваем но вот ведь как не получается не получается так что обещали мне что в сентябре мы к нему просто подойдем там поздороваться и поприветствуется так как бы рукопожатся чисто протокольно так могут поприветствуется но в общем посмотрим да так что мы все время ищем каких-то людей интересных но мысль такая что вот а чего бы вам не поговорить вот с этим упирается в то что надо как-то достучаться до него а чего где там путина не про интервью ровать но так может быть он как-то не рвется так тоже знаете бывает или там какой-нибудь там клинтон или я не знаю жонки его или даже дочка давайте так можно было бы поговорить но это чтоб они захотели вот а у них корреспонденция большая знаете так пишешь и ничего не вы не не отзывается никто нам надо сказать что джон и ева когда-то был у меня такой период я попросил человека помочь и женщина рассылала приглашаю слушай давай найдем какие-то каналы которые не иммиграционные и позовем их вот поговорить и она разослала я не помню 60 70 разных приглашений вот и никто не отозвался кроме вот ребят но это как-то все уже там затерлась замылилась а тут они проезжали мимо и вот вспомнили что было такое приглашение хотя я так чувствую что у них более широкая программа то есть у них уже там еще еще и другие блогеры то есть наверное в какой-то момент они вспомнили про нас и про думая о том что надо бы с блогерами повстречаться так что вот такая интересная связь то есть они когда-то откликнулись действительно это было может я боюсь соврать год назад не не уверен ну вот думаю о том что у нас тут на канале делается в среду послезавтра вот буквально да сегодня понедельник а послезавтра в среду у нас человек там прилетает и не один а по-моему там с супругой двое вот они тут сняли какое-то жилье на airbnb и мы их в аэропорту встретим все выведаем в рамках того что люди готовы рассказать сами знаете вот итак вот значит еще такая вот будет встреча я надеюсь что интересно ну во всяком случае мы мы постараемся чтобы было интересно правда гарантии нет крайне крайне редко бывает что вот кого-то запишешь а потом смотришь и думаешь нет это я вывешивать не буду то есть были были такие случаи но может быть за все время там раза два потому что так в основном у нас очень очень симпатичный народ очень интересный и я еще раз хочу тем кто слушает и слышит напомнить что у нас на гостей нельзя нападать гадости всякие говорить и вообще я поражаюсь не хочется слов никаких таких определяющих но вот употреблять но я поражаюсь насколько люди пишут такие вещи знаете там начинают обсуждать как кто-то одет начинают обсуждать фигуру что надо бы там на диете посидеть там человеку там увеличивать я думаю боже а это сколько и сколько веков еще должно пройти веков чтобы вот это вот ушло и чтоб человек был элементарно адекватным вот как бы отличался от животного в эти все-таки как как-то ну даже не знаю ческать да на удивление на удивление уже думаешь вроде бы ну уж такие как бы простые вещи знаете не не то чтобы это там надо там академиком быть или там членом союз писателей есть такой анекдот я может рассказывал не помню о том как разница между тактом вроде солнышка нет на нашу камере а разница между тактом и они от руки есть тактом и вежливостью там два англичанина беседует как бы английский анекдот и один год вот паре вот я водопроводчик недавно случай был прихожу в один богатый дом там по вызову говорят на втором этаже протекает там душ в ванной ну поднимаясь на второй этаж захожу в ванную а там значит женщина принимает душ совершенно обнаженная так неудобно стало я и горю и экскьюзми все так вот это экскьюзми это вежливость а сёр это такт так вот я к чему говорю что вот этого самого такту не хватает многим на другой стороны и с вежливостью тоже у многих проблемы поэтому что тут скажешь поэтому приходится быть начеку и хочу напомнить что наши гости находятся под защитой канала то есть мы мы не разрешаем никого тут обижать и настроение портить потому что все-таки мы хотим чтоб люди у нас соглашались выступать они наоборот правда так бензина мало осталось все друзья мы с вами на сегодня прощаемся в смысле на эту поездку потому что я все еще предполагаю что к нам из сакрамента подъедет гость счастливо